Тегеранская конференция глав трёх великих держав должна была завершиться 2 декабря. Но в Иране пошёл сильный снег, плотные облака двинулись на Тегеран, и они заставили президента Рузвельта поторопиться с отлётом. Поздним вечером 1 декабря была подписана совместная Тегеранская декларация трёх великих держав. В ней было много прекрасных слов, в ней была уверенность в победе, и утверждалось, что США, Великобритания и Советский Союз продолжат совместную работу и в послевоенное время. Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу, говорилось в декларации, которая заканчивалась так. Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели. Из важнейших решений Тегеранской конференции следует отметить твёрдое обещание, которое западные лидеры дали Сталину по поводу десантной операции открытия Второго фронта в Европе. Он будет открыт не позднее мая 1944 года. Черчилль, правда, пытался передвинуть эту операцию на август 1944 года, но Сталин и Рузвельт не согласились с ним. Сталин настойчиво посоветовал Рузвельту и Черчиллю назначить главнокомандующего объединёнными англо-американскими войсками, предназначенными для высадки во Франции. И Черчилль, и Рузвельт последовали этому совету. Президент Соединённых Штатов Америки после Тегеранской конференции 5 декабря назначил генерала Эйзенхаура главнокомандующим англо-американскими войсками. На конференции обсуждалось и послевоенное устройство мира, и организация, которую необходимо было очередить. Сегодня она называется Организацией Объединённых Наций. Черчилль и Рузвельт предложили расчленить после победы Германию на 5 государств. Сталин посоветовал не торопиться и вернуться к этому вопросу в будущем. Первым камнем преткновения была на конференции Польша, когда обсуждалось будущее устройства польского государства отношения к эмигрантскому правительству и её границе. Черчилль великодушно согласился обсуждать проблемы Польши без участия поляков, и Большая Тройка решила, что все потери Польши на Востоке, то есть если Советский Союз претендует на определённые польские земли, то компенсацию Польша получит за счёт германских земель на Западе. Будущие победители не особенно церемонились. Когда Сталин провожал Рузвельта из советского посольства в Тегеранский аэропорт, президент Соединённых Штатов сказал, я уверен, что мы здесь очень хорошо поработали. Совместные решения обеспечат нам победу. Цитирую по книге Валентина Бережкова «Страницы дипломатической истории». Сталин ответил, и теперь уже никто не усомнится в том, что победа за нами. Валентина Бережкова «Страницы дипломатической истории» В начале декабря на Украине ударил мороз. Окрепли, раскисшие, разбитые во фронтовой зоне дороги. В западнее Киева продолжалось упорное сражение. Первый украинский фронт с трудом отражал атаки немецких танковых дивизий. Фельдмаршал Монштейн искусно использовал усталость войск генерала Ватутина, их неготовность к обороне и, не имея общего превосходства, за счёт концентрации манёвра танковыми группами, 6 декабря вновь овладел «Житомир». 9 декабря Сталин издал беспрецедентный приказ, в котором предписывал командующему соседним белорусским фронтом Константину Рокоссовскому немедленно выехать в качестве представителя ставки с широкими полномочиями в штаб 1-го украинского фронта и разобраться в том, что делается для ликвидации прорыва противника. Хорошо, что это был Рокоссовский, умный и тактичный. Его беседа с Николаем Ватутиным прошла в дружеском тоне, и никакими орг-выводами командованию фронта не грозило. А если бы Сталин послал Мехлиса или Жукова, или Булганина с Маленковым? Страшно и представить себе, к чему бы это могло привести. У Ватутина было достаточно танков и орудий, и они с Рокоссовским нашли способы и остановить Манштейна, и нанести ему в ближайшие дни сильный встречный удар. 14 декабря в приказе Сталин резюмировал Командование 1-го Украинского фронта, несмотря на наличие превосходящих сил в составе фронта, обрекло фронт на пассивность вследствие кабинетного метода руководить войсками фронта. Такое нетерпимое положение привело к тому, что противник получил возможность свободно маневрировать по всему фронту одной имеющейся у него группой танков. Хотя Ватутин отступил Киеву на 35-40 километров в результате немецкого контрудара под Житомиром, но тем не менее он сумел накопить силы, пополниться людьми и техникой, и 24 декабря советские войска вновь нанесли новый удар по шоссе Киев-Житомир, пытаясь взять реванш за ноябрьское поражение. Они действовали превосходящими силами. В ходе этого контрудара по Житомиру Ватутин задействовал около 20 стрелковых дивизий, 6 танковых и механизированных корпусов, а всего 3 армии 1-го Украинского фронта наступали вдоль шоссе Киев-Житомир. Противопоставить этому удару Манштейн мог только свой 48-й танковый корпус, который сохранил свои высокие боевые качества, но был сравнительно малочисленным по сравнению с силами противника. Вообще надо сказать, что во второй половине декабря немецкое южное крыло Восточного фронта переживало критические дни. Три немецких армии от Никополя на юге до Коростения на севере пытались удержать 3,5 советских фронта, что было, конечно же, нереально. Манштейн требовал эвакуации Крыма и Никополя, но Гитлер с упрямством требовал защищать эти регионы, так как считал их потерю невозможной по политическим мотивам. Однако Манштейн, не дожидаясь приказа фюрера, после 24 декабря сам стал сокращать линию фронта. Успешно действовал в эти дни южный сосед Ватутина. Второй украинский фронт генерала Ивана Конева. Распутиться на юге Украины долго не давало ему в полной мере использовать возможности 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова. Но в декабре танкисты своего добились, вышибли немцев из Черкасс. У 2-го украинского фронта появились хорошие перспективы окружить немецкую группировку юго-западнее Киева. Инициатором создания советских танковых армий был Павел Алексеевич Ротмистров. Родился в 1901 году. Окончил военную академию имени Фрунзе в 1931 году. Службу в танковых войсках начал в 1939 году. В зимнюю войну с Финляндией был начальником штаба 3-го механизированного корпуса. На пятый день войны с Германией Ротмистров попал в окружение, из которого вышел к своим через два месяца. Неоднократно попадал под подозрения органов госбезопасности. Успешно командовал 8-й танковой бригадой в битве за Москву. В боях под Сталинградом 7-й танковый корпус Ротмистрова понес большие потери, за что его едва не арестовала комиссия во главе с Маленковым. В наступательной части Сталинградской битвы корпус Ротмистрова сыграл значительную роль в разгроме Котельниковской группировки Вермахта. К концу 1943 года генерал-лейтенант танковых войск Павел Ротмистров являлся одним из самых опытных и талантливых советских командиров. Сталин уезжал из Тегерана последним из Большой Тройки. 2 декабря на самолете он прилетел в Баку, где пересел специальный поезд и состав двинулся на север. Остановку и стоянку специальный поезд Сталина сделал одну – в Сталинграде. Сталин решил осмотреть город, в котором год тому назад кипели бои за каждый дом. Черчилль позднее предложит не восстанавливать разрушенный Сталинград и оставить его вечным памятником разрушительной войне. Но Сталин не согласится. О чем думал и что говорил своим соратникам Сталин, глядя на разрушенный город, мы не знаем. Ведь этот город не был ему безразличен. Он бывал в нем еще в гражданскую войну, в период обороны Царицына. 6 декабря специальный поезд на неприметной подмосковной железнодорожной станции остановился. Сталин вышел из поезда, сел в черный лимузин и уехал в Кремль. Только 7 декабря советские газеты сообщили о том, что в Тегеране состоялась встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. На Тегеранской конференции Большая Тройка, особенно Сталин, стремилась привлечь на свою сторону Турцию. В этом случае удалось бы оказать сильный нажим на Болгарию. Стратегически это давало выигрыш прежде всего Великобритании. Но президент Турции Исмет и Ниню твердо стоял на позициях нейтралитета. И в конце 43-го года еще не был уверен в том, что Германия будет разгромлена. После Тегерана западные лидеры вернулись в Каир, где провели вторую Каирскую конференцию. 4 декабря турецкая делегация прибывает в Каир. Вечером следующего дня был устроен торжественный обед в честь турецкой делегации. И начались тройственные англо-американа-турецкие переговоры. В ходе этих переговоров Турция занимала очень осторожную, колеблющуюся позицию. Дело в том, что образ сильной, несгибаемой Германии по-прежнему оказывал влияние на позиции турецкого руководства. Но вспомним, что шел уже не 41-й год и не 42-й, а заканчивался 43-й. И поэтому после выхода Италии из войны, после тяжелых поражений вермахта на фронте советско-германского противостояния, позиции турецкого руководства начали постепенно меняться. Турция все больше поворачивалась в сторону антигитлеровской коалиции. И хотя на этих переговорах каких-то существенных, серьезных договоренностей достигнуто не было, Турция не взяла на себя сколько-нибудь серьезных обязательств. Очень симптоматично то, что практически сразу после Каирской встречи англичане начали подготовку операции «Сатурн». Операции, которая предполагала совместные координированные действия союзников в том случае, если Турция вступит в войну на стороне антигитлеровской коалиции. В очень тяжелом положении оказались десантники, захватившие в начале ноября в Крыму небольшой плацдарм южнее Керчи у поселка Эльтиген. Превосходящие их части 17-й немецкой армии блокировали десант, состоявший из подразделений 318-й дивизии. Противник успешно использовал быстроходные десантные баржи БДБ, вооруженные двумя 88-мм орудиями. Черноморский флот при всем своем превосходстве ничего не смог противопоставить ночным немецким ведьмам, как назвали БДБ отчаянно сражавшиеся на небольшом приморском клочке земли солдаты и офицеры 318-й дивизии. В декабре положение эльтигенского десанта стало безнадежным. 6 декабря уцелевшие десантники во главе с полковником Гладковым ночью сумели прорваться в район Керчи, но после упорного боя были истреблены, за исключением небольшой группы, которую вывезли катера Черноморского флота. В течение 1943 года Германия потеряла 263 подводные лодки. Для сравнения, в предыдущем, в 1942 году, погибли 108 немецких субмарин. Кризис германского подводного флота был связан прежде всего с техническим обеспечением. Противолодочная техника союзников на боевых кораблях и самолетах развивалась значительно быстрее, чем усовершенствовались подводные немецкие корабли. В Атлантике с сентября по декабрь союзники потеряли всего 33 судна, уничтожив за это время 52 подводные лодки противника. Правда, необходимо учесть, что для действий против субмарин союзники тратили огромные материально-технические средства. Например, с 5 ноября по 25 декабря 1943 года в Карибском море совершала рейд германская подводная лодка У-516. Для поиска субмарины американцы задействовали 30 кораблей противолодочной обороны и около 45 самолетов. Тем не менее, У-516 потопило 7 судов, из них 2 танки разгорючим. У-516 повезло. Она сумела вернуться на базу во французский порт Лориан. 2 декабря немецкая авиация совершила неожиданный концентрированный налет на итальянский порт Бари, ставший одним из базовых портов союзников. Бомбардировку эту называют европейским Пёрл-Харбором. Были потоплены более 70 кораблей и судов. Еще несколько десятков получили повреждения. Немецкие бомбы уничтожили громадные запасы снаряжения, военные техники и боеприпасов. Этот воздушный удар почти на месяц остановил наступление союзников в Италии. Но в целом подобные подвиги летчики Люфтваффе совершали теперь все реже и реже. Надежды на будущее германские асы связывали с новой авиатехникой. Неожиданно затормозилось производство германского реактивного самолета «Мессершмитт-262» уже прошедшего полетное испытание. 26 ноября в Восточной Пруссии на аэродроме города Инстербург самолет был продемонстрирован Гитлеру. Фюрер пришел в восторг и спросил у профессора Вилли Мессершмитта, может ли этот самолет нести бомбы. Профессор ответил, да, мой фюрер, в принципе, это возможно. Это был роковой ответ. Гитлер пришел в экстаз и закричал, что он давно мечтал иметь скоростной бомбардировщик для налета в возмездие на Англию. И приказал переделать истребитель в бомбардировщик. Никакие аргументы уже не могли переубедить Гитлера. Фюрер был одержим манией возмездия за то, что англо-американская авиация разрушала германские города. После войны известный немецкий ас, летчик-эксперт, генерал-майор Адельф Галланд заявил, «Я верю, что если бы «Мессершмитт-262» в 1943 году был принят на вооружение как истребитель, это могло бы изменить ход воздушной войны. 300 «Мессершмиттов-262», пилотируемых лучшими истребителями «Люфтваффе», могли оказать существенное влияние на ход боевых действий в Европе. Выдающийся немецкий ас Адельф Галланд, видимо, все-таки преувеличивал значение новой техники, хотя реактивный «Мессершмитт-262» мог бы, конечно, занять лидирующее положение в воздушной войне. В конце декабря Германия потеряла один из своих ударных линейных кораблей. 24 декабря линкор «Шарнхорст» в сопровождении пяти эскадренных миноносцев вышел из Альтенфиорда на севере Норвегии на перехват двух арктических конвоев-союзников. В полярной ночи штормовая погода увеличивала преимущество эскадры британского флота, имевшего более мощные радары. 26 декабря «Шарнхорст» был обнаружен английской эскадрой, и после короткой перестрелки германский корабль изменил курс и вышел из боя. Немецкий адмирал Бей, возглавлявший рейдовую группу, приказал своим пяти эсминцам начать поиск судов конвоя. Английские корабли следили за «Шарнхорстом» на экранах своих радиолокационных станций. Вечером 26 декабря германский линкор был окружен тяжелыми британскими кораблями. «Шарнхорст» несколько раз накрыл своими снарядами английский линкор «Дюк оф Йорк», но и сам получил тяжелые повреждения. Судьбу германского рейдера решили эсминцы противника. После попадания трех или четырех торпед «Шарнхорст» потерял скорость и в конце концов был расстрелян британской эскадрой и затонул. Из его экипажа в ледяной воде были подобраны всего 36 человек. В ночь с 31 декабря 1943 на 1 января 1944 года по всесоюзному радио впервые был исполнен новый гимн Советского Союза. Предыстория этой ситуации, как мне представляется, заслуживает внимания. Как известно, в императорской России было несколько гимнов. И в частности, кроме божия царя храни, который исполнялся начиная с 1833 года, был еще гимн, национальный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», который вызванивался курантами с Пасской башни Кремля вплоть до 1917 года. А с началом советской эпохи, официальным гимном сначала Советской России, а затем Советского Союза, стал, как известно, интернационал. И вот в 1943 году Сталин вознамерился поменять государственный гимн. Этот факт нужно рассматривать в ряду таких событий, как распуск Коминтерна, как урегулирование отношений между Советским государством и Церковью, как введение погон в Красной Армии. Сталин руководствовался следующими резонами. С его точки зрения и Рузвельту, и Черчиллю было, наверное, не очень комфортно стоять по стойке смирно и слушать звуки интернационала. Гимна, в котором они, лидеры западного мира, по сути дела, приговариваются к смерти и полному краху. Правительство СССР, США и Великобритании признали Национальный комитет маршала Тита в качестве полномочного представителя народа в Югославии. Японские студенты, призванные в армию после краткосрочной военной подготовки, отправлены на фронт. 22 декабря Гитлер приказывает вести в Вермахте должность офицера по национал-социалистскому воспитанию. В немецкой армии появляются что-то вроде комиссаров эпохи гражданской войны в России. В середине декабря 8-я американская воздушная армия установила рекорд. Одновременно над объектами Германии находились 3546 бомбардировщиков, сбросивших бомбы на немецкую территорию. На Украине продолжалось наступление советских фронтов. 4-й Украинский фронт 20 декабря освободил Херсон. 1-й Украинский фронт генерала Ватутина перешел в контрнаступление, перехватил инициативу и после прорыва немецкой обороны на широком фронте в последний день декабря вновь овладел Житомиром. Фельдмаршал Монштейн срочно вылетел в ставку Гитлера, но фюрер отказал командующему группой армии Юг в подкреплениях, сославшись на возможную высадку десанта союзников на Западе. Немцы пятились к Житомиру, а потом к Ровно, но тем не менее не допустили прорыва фронта, и ни одной немецкой дивизии войскам Ватутина окружить не удалось. Служивший тогда в известном 48-м танковом корпусе генерал Фридрих Вильгельм фон Мелентин в своей истории танковых сражений позднее так оценивал бои западнее Киева в последнюю неделю декабря 43-го года. Благодаря упорству уверенному руководству со стороны командующего 4-й танковой армии генерал-полковника Рауса опасное положение было ликвидировано. Хотя противник сумел 31 декабря занять Житомир, а 3 января выйти на польскую границу 1939 года, его наступательный порыв иссяк. Оборона немецких войск на Западной Украине все еще проходила, в основном по прежним рубежам. К истории боев западнее Киеву мы бы хотели добавить еще одну немаловажную деталь. Во второй половине декабря 43-го года генерал Николай Федорович Ватутин получил предупреждение от соответствующих компетентных органов о том, что продвигаясь по правобережной Украине, войска 1-го Украинского фронта приближаются к полосе активных боевых действий, операций, отрядов Украинской повстанческой армии. Ватутин от этих предупреждений отмахнулся, так как ни одного еще лесовика УПА советские солдаты и офицеры не видели. 26 декабря 50-летний юбилей праздновал лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун. В 1931 году Мао стал председателем Китайской коммунистической партии и с тех пор с помощью ювелирной фракционной борьбы отодвинул в тень всех претендентов на власть. Председатель умел убеждать и подчинять людей, прекрасно знал древнюю китайскую философию и литературу и всегда считал национальные китайские традиции и культуру мировой вершиной. Мао, по сути своей, не являлся последовательным марксистом. Он строил свою тактику, исходя из конкретных обстоятельств. Во время Второй мировой Мао вел партизанскую войну, опираясь на китайских крестьян. Войну как против японских оккупантов, так и против гоминданатского правительства Чанкайши. К своему 50-летию Мао Цзэду на его сторонники твердо держали в своих руках коммунистическую партию Китая. В декабре в Харькове состоялся судебный процесс, который назывался так. Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории города Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. Советские газеты очень подробно освещали Харьковский процесс, уделяя ему иногда целые полосы. Этот суд был важен не только как пропагандистское явление, не только как прививка ненависти к врагу, но и как предупреждение оккупантам, которые занимали еще немалые территории Советского Союза, предупреждение о неизбежном возмездии тем, кто совершает преступления против человечности. На скамье подсудимых сидели четверо. Три офицера СС Ганс, Риц, Вильгельм, Лангфельд, Рейнгард, Рецлав и бывший красноармеец, военнопленный водитель автомобиля душегубки, участник расстрелов Михаил Буланов. Подробности уничтожения более 30 тысяч советских граждан приводились на процессе страшные, душераздирающие. Все четверо подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. 1 декабря Гитлер подписал директиву о формировании 65-го армейского корпуса специального назначения. Корпус предназначался для ракетных ударов по английским городам с помощью ракет Фау-1 и Фау-2. И в заключение сухие, но очень красноречивые цифры. В течение 1943 года было произведено самолетов. В Германии – 25 тысяч 94. В Великобритании – 26 тысяч 263. В СССР – 34 тысяч 645. В США – 85 тысяч 898 первоклассных воздушных машин. В Японии – всего 16 тысяч 393 самолета. Проведение, возможно, и помогало Гитлеру. Но небо перешло под полный контроль союзников. В СССР – 34 тысяч 545.